В аэропорту Кольцово завершилась целая эпоха в истории уральской авиации. Слово «последний» пилоты не любят, а потому рейс «Ямбург-Надым-Екатеринбург» назвали крайним или завершающим. Больше на уральских авиалениях Ту-154 летать не будут. Какие суда придут на смену этим самолетам и смогут ли на них летать пилоты, рассказывает Юлия Воронина. На летном поле приземление Ту-154 ждет больше десятка пилотов. Между собой, говорят, завершается целая эпоха в уральской авиации, и жизнь каждого связана с этим самолетом. Слово «последний» пилоты не любят, а потому рейс «Ямбург-Надым-Екатеринбург» называют крайним или завершающим. Больше на уральских авиалиниях Ту-154 летать не будут. На смену этим самолетам придут более современные «эйрбасы». Но бывалые летчики утверждают, именно на «Тушках» приобретается опыт. Ту-154 – это самолет, где основную нагрузку на себя несет экипаж, пилот. А современные самолеты, они уже сделали с точки зрения, как можно больше освободить, дать свободного времени экипажу и выполнить системы автоматизированные все. Это сейчас Владимир Чекилев – заместитель генерального директора, но в свое время налетал на Ту-154 больше 10 лет. Рассказывает, расставаться с самолетом ему по-человечески жаль, но добавляет, все, что движется вперед – правильно. Вместо «прощай» Владимир Чекилев самолет благодарит. Они перевезли огромное количество пассажиров, тем более в нашей авиакомпании было только 34 самолета. Сегодня они уходят. Жаль, но тем не менее, одно слово – спасибо, спасибо, спасибо. Сейчас в авиапарке аэропорта Кольцова 18 «эйрбасов» ожидается еще 4. У всех пилотов есть летная практика на Ту-154, но к работе на «эйрбасах» их тоже готовят. Приобретут специальный тренажер. Такая очень современная вещь, которая сегодня только делается для нас. Мы строим здание. 7,5 миллионов евро только стоит этот комплекс. Уральские пилоты грусти от прощания не скрывают. Правда, некоторые говорят, на этих самолетах они по-прежнему летают во сне. Юлия Воронина, Сергей Карелин. События ОТВ.